Это чего или кого нужно так бояться, чтобы начать травлю не только политических оппонентов, но и развязать гонения против лидеров молодежных организаций? Очевидно, что такие действия предпринимаются людьми, находящимися в состоянии патологического страха, близком к панике. В поступках ответственных лиц, отдающих приказы на преследование инакомыслия, нет не просто логики, они абсолютно абсурдны. Власть боится любых проявлений инакомыслия и прогрессивных идей. Мы призываем активную молодежь, которой не безразлична будущее страны, которую устало терпеть разграбление национальных богатств кучкой казнократов. Объединяйтесь, создавайте альтернативную ветвину власти. Маски-шоу, устроенные ваше в связи с попыткой задержания руководителя молодежного движения Джиштару Кмуту, напоминали крупную антитеррористическую операцию. Несколько десятков бойцов в полной выкладке брошены для ареста трех граждан, мирно ужинавших в кафе. И к чему такие показательные выступления? Продемонстрировать силу или может запугать? Это к разговору о дееспособности тех, кто сейчас у власти. Уже и в новейшей истории достаточно примеров того, к чему приводили неумелые действия руководителей, которые пытались заставить народ жить так, как хочет власть. Чем заканчивались попытки закрыть рот оппозиции и запугать население, все мы прекрасно помним. Максата Кунакунова, судя по всему, и пытались обвинить в том, что он под прикрытием молодежного объединения готовит захват власти и якобы даже деньги на эти цели переправлены из-за кордона. Не нашли правоохранителей ни миллионов, ни доказательств подготовки переворота. Зато все, подконтрольные властям средства массовой информации, раструбили на всю страну новости о задержании заговорщиков и поставили на них печать бакиевских последователей и реваншистов. Политика властей такая – спустить директиву придворным СМИ, навесить ярлыки и начать шельмование неугодных по всем фронтам и направлениям. Это старая технология, давно используемая разными властями, а то, что кроме раздражения такая пропаганда уже ничего не вызывает, никто из руководителей не думает, по причине банальной ограниченности. Я здесь, когда делали Бандит, она будет приятелями и властями. Я властей, когда взяли два взяла, он ест следующий взял. Властей, люди будут уничтожены, они будут уничтожены. Мы все нахожены. Так почему же так? Власть как огня боится молодежные движения и конкретно Максата Кунакунова. Джаштар Акмуту – активная организация, которая провела десятки акций и крупных мероприятий, направленных на объединение неравнодушных граждан. Создано молодежное правительство, где вырабатываются решения и рекомендации, которые способны реально изменить к лучшему жизнь простых граждан. Мы не хотим поддерживать ни власть, ни оппозицию. Мы формируем миролюбивую, грамотную элиту будущего Кыргызстана. Таким образом, мы хотим создать большую, сильную молодежную организацию. Вот таких вышедших из народа молодых патриотов благословили Ашани. Люди собрались и все начинают думать, что начнутся беспорядки. Что вы скажете по этому поводу? Есть разные внешние и внутренние силы, которые хотят нестабильности. А мы из кыргызского народа, мы кыргызстанцы и хотим порядка. Видимо, поэтому закостеневшая номенклатура, состоящая из армии престарелых чиновников, как только слышит о новых организациях и движениях, участвующих в политической жизни страны, испытывает жуткий страх. Тем более, когда власти начинают задавать откровенные вопросы. Признавая Кыргызгаз банкротом, президент старательно избегает вопроса, кто довел эту отрасль до банкротства. Кумтор, афера века. С 1997 года по сегодняшний день добыто 260 тонн золота. Мы, кыргызстанцы, получили одну тонну 400 килограммов. Дирекцию по восстановлению возглавлял Джантуаро Садебалдиев, ближайший соратник Атамбаева. За весь период существования госдирекции из разных источников на восстановление Юга поступило 11 миллиардов 404 миллиона 500 тысяч сомов. Судьба 6 миллиардов 788 миллионов сомов остается неизвестной. А когда нет ответа на такие вопросы, что остается власти? Она обороняется как может и как умеет. Фабрикуются уголовные дела, навешиваются ярлыки, начинается шельмование и запугивание. Кроме всего прочего, Максату Кунакунову припомнили еще и то, что он состоял в рядах партии Акжол. Подконтрольная пресса делает на этом особенный акцент. Странно, что при этом никто не упоминает о том, что депутат Кунакунов был единственным, кто еще в марте 2010-го раскритиковал в парламенте правительства Данияра Усенова за антинародную тарифную политику. Тогда, как все помнят, власть резко подняла цены на электроэнергию, отопление и горячую воду. Вы, господин Усенов, сказали, что правительство думает, но при этом следовало бы признаться, что вы думаете со скоростью одна мысль в 4 месяца. В ноябре вам пришла мысль о необходимости повышения тарифов, а в марте пришла другая мысль о том, что надо объясниться перед народом. Теперь вы в ускоренном порядке приводите пресс-конференции, выступаете по телеканалам с обоснованием необходимости увеличения тарифов на 200 и более процентов. Вы решили объясниться только после того, как стало нарастать недовольство населения действиями правительства. Ваши объяснения носят запоздалый характер. Полное ощущение дежавю. Похоже, с годами это выступление становится все более актуальным. Инициируемое сейчас властями значительное повышение тарифов на свет, никто из партий из ДПК пока не критиковал. Молчит и сам президент, который сразу после революции клятвенно заверял народ, что ни о каком повышении стоимости электроэнергии не может быть и речи. Так чем же нынешняя власть отличается от предыдущей? Чем существующие сейчас порядки лучше тех, что существовали до 7 апреля 2010-го, где хоть один пример положительных изменений, кроме бесконечных обещаний? В прошлом году «Северэлектро» покупала электроэнергию по 18,5 ТИНов у электрических станций. 18,5 ТИН. Платила за транзит 14,5 ТИН. В то же время мы знаем, что «Северэлектро» продает населению по 70 ТИНов, а коммерческим потребителям по полтора суммы. Если просчитать рентабельность, то получается от продажи населению рентабельность 112%, продажа предприятиям получается рентабельность 354%. То есть с такой рентабельностью, я не знаю, как можно говорить об убыточности, о каких-то вопросах. Так кто же потерял чувство реальности? Самой партии СДПК отдельные ее члены серьезно обеспокоены тем, что президент Атамбаев фактически изолирован от внешних источников информации. Пробиться на прием невозможно. Адекватные реакции на происходящие в стране события отсутствуют. Окружение президента увлечено политическими гонениями, преследованием оппозиции и запугиванием народа. Но это путь в никуда. Как правительство Усенова и этой власти кто-то должен раскрыть глаза на то, что она творит. Во благо интересов народа Кыргызстана мы должны признать, что это правительство не справляется с поставленными задачами. Методы, выбранные правительством, являются антинародными. Уважаемый господин Усенов, я вас знаю достаточно давно. Вы по-своему талантливый человек. Вы многого достигли в бизнес-деятельности, на политических должностях. Вы принадлежите к числу самых заметных наших политических деятелей. Но при всем уважении к вам, должен сказать, что вы страну ведете в тупик. Общий доход при тарифе 0,7 сомов – около 200 миллионов долларов в год. Общий доход при полтора сомов – около 430 миллионов долларов в год. Треть бюджета страны на 2010 год. За годы независимости в энергосектор было вложено 1,36 миллиардов долларов США. Вечерний Бишкек. 8 января 2014 год. Куда уходят все эти колоссальные средства? Или сектор ждет получать эргосгазы? У них свои законы. Вместе мы победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова